Десятки мотоциклов от самых маленьких до мощных байков в горках прошли соревнования по мотокроссу, организаторами которых традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Посвятили состязания Дню Победы. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, помнить наших ветеранов, Те, кто путем немалил их воли, путем проявления чудеса в храбрости, героизма, добыли эту победу. И пока мы их помним, они живы в наших сердцах. География участников первого этапа чемпионата России широка не только Подмосковье, но и разные регионы страны. Дождь и прохладная погода не стали препятствиями для спортсменов. Наоборот, сложная трасса только усилила азартное настроение гонщиков. Несмотря на то, что такая погода дождливая, унылая, собралось около 100 человек спортсменов. Обычно это бывает 200, 300 и 500. Но все равно все, как вы видите, спортсмены с желанием хотят поучаствовать, хотят показать свою удаль, показать свое мастерство. И хотя участие в гонках в таких экстремальных условиях уже победа, но оказаться первым на финише хотел, конечно, каждый спортсмен. Победителем в одной из категорий стал наш земляк, 10-летний Николай Павлов. Очень обрадовался. Мне понравилась трасса очень. Но ты вот весь в грязи, не ничего? Да нет. Все хорошо в грязи, но зато первое место. Кстати, среди участников заезда немало представительниц прекрасного пола. У Ксении Романенко всего 13, но она уже несколько лет настоящий фанат мотокросса. За плечами у юной байкерши немало побед. Что же помогает ей добиваться таких успехов? Первое, нужно долгие тренировки, чтобы хорошо проходить элементы трассы. А во-вторых, просто верить в себя. Всячески поддерживает увлечение Ксения ее папа, который однажды и привел девочке любовь к мотоциклам. И теперь он главный тренер и наставник. Конечно, горжусь. Такую гонку проехать очень тяжело. А она молодец, вообще молодец. В досуговом центре «Юность», на базе которого организована секция для детей по мотокроссу, всегда ждут тех, кто мечтает погонять на байке. Именно здесь растят будущих королей дорог. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.